Сегодня весь мир отмечает Международный день полета человека в космос или День авиации и космонавтики. За полет в космос Юрий Гагарин был удостоен звания Героя Советского Союза. Подробнее смотрите далее. Это особенный день. День триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. 12 апреля 1961 года на земную орбиту был выведен первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский. В день, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет, в России отмечается День космонавтики. В мире этот день по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашен Международным днем полета человека в космос. Пилотом-космонавтом корабля стал гражданин СССР летчик-майор Юрий Гагарин. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно. И после набора скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль начал свободный полет по орбите вокруг Земли. После облета земного шара через 108 минут с момента старта была включена тормозная двигательная установка, и космический корабль-спутник начал снижаться с орбиты для приземления. В 10 часов 55 минут по московскому времени космонавт приземлился в заданном районе на пашню у берегов Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области. 12 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин первым среди землян совершил полет в космос. Стартовав на корабле «Восток» с космодрома Байконур, он один раз облетел вокруг Земли и успешно приземлился в Саратовской области. На старте Юрий Гагарин произнес фразу «поехали», ставшую впоследствии знаменитой. За полет в космос он был удостоен звания Героя Советского. В конце апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился за рубеж с миссией мира. В общей сложности за три года первый космонавт планеты посетил около 30 стран, в том числе Болгарию, Финляндию, Великобританию, Польшу, Кубу, Бразилию, Канаду, Индию, Египет, Австрию, Японию, Францию, Мексику. В День космонавтики во всех российских регионах проводятся тематические праздничные мероприятия. Организуются выставки и экскурсии, фестивали, концерты, флешмобы, конкурсы детского творчества. Анастасия Козырева, Максим Козырев, телеканал Амурск.